Девушки отдыхают Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопаснее, чем раньше. Мы отмечаем снижение числа убийств 7103 случаев в год до... Так, так, минутку. На улицах ты говоришь безопасно. А что с автострадами? Не поняла. Ты же слышала о перестрелке на съезде с трассы 1? Прошло полчаса, прежде чем патруль прибыл на место. Я слышал, в тот день было больше 700 выстрелов. Что случилось? Где сейчас находятся виновные? Подожди, Зиги. Полиция Найт-Сити отвечает за порядок и безопасность граждан на территории города. А... Сара, Сара, не стоит. Всю эту ерунду мы видели в ваших пресс-релизах. Просто ответь зрителям. Когда уже они будут в безопасности? Когда и... Ура! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я звоню выразить соболезнования... Выразить соболезнования... Ты жила с нами под одной крышей... Имея уважение не разговаривать со мной, как будто мы чужие друг для друга... Я сама хотела тебе позвонить... Я готовлю офренду по Джокиту... Мы должны проститься с ним, как положено... Церемония пройдет у нас, в Койоте... Соберутся многие из его хороших друзей... Ничего не говорите, мама Уэллс... Я приеду... Я ни секунды в этом не сомневалась... До встречи, Ви... Продолжение следует... 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 а что ты о нем думала знаешь как он сам однажды сказал он бы заслонил меня от поля не задумываясь таких людей больше нет прямо как настоящий сын хейвода у него было столько надежд столько планов можно сказать из-за них он и погиб здесь осталась частичка джеки а почему ты не зашла у меня нет ключа джеки не сделал тебе дубликат разве вы не настолько близки он предлагал но я не хотела посягать на его личное пространство мама уэллс будет устраивать прощание с джеки мне надо найти что-то чем он дорожил не поможешь мне не уверена что мне стоит туда заходить думаешь пока рано дело не в этом мы с мамой уэллс не то чтобы в лучших отношениях она бы не хотела чтобы я что-то здесь трогала и тревожила его память так что лучше не надо джеки был бы рад если бы ты зашла это главное пойдем да уж джеки любил тягать железо это был для него способ медитировать он говорил что штанга лучший слушатель поймет все твои проблемы и не станет давать дурацких советов наверное еще с 2020 тут висит зверя не мотоцикл джек чуть не плакал от радости когда купил его думаю ни одна холостяцкая нора без таких не обходится он говорил это коллекционные сейчас таких не выпускают ну да именно поэтому они тут и висят он любил копаться в двигателях первый раз он сел на мотоцикл в 15 зная его навыки вождения удивляюсь как он не разбился все полный его любимая запас на черный день не прикасаться почему поркен опуэдэ стоккару на резерве стратегика ва мяч с подписью данте гонсалеса он тоже из хейвуда в баскетбол у нас тут играли все но данте был самым лучшим если не ошибаюсь он был первым кто ушел из валентина как и джеки ага они оба хотели от жизни чего-то большего данте теперь капитан энси блэкаутс эрнест хемингуэй по ком звонит колокол джеки часто ее перечитывал перед каждым большим заказом он говорил что этот мужик круче чем морган блэкхенд а ты читала и как тебе у меня как-то руки не дошли думаю она хорошо подошла бы для френды закрыта интересно что там его логово в смысле спальня наверное от нее был отдельный ключ давай посмотрим может джеки его где-то спрятал и 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 а вот и ключ а а а и и и в ему нужно очистить это место от негативной энергии. Например, с помощью мандалы из песка. Он мне тогда ответил, что из песка лучше построить замок, дом, родовое гнездо Уэллсов, крепость. Похоже, ты влияла на него сильнее, чем думала. Да, наверное. Она прекрасна. Она ужасна. Но это самое красивое из всего, что я видела в жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Любимая текила Джеки. Так он ее и не открыл. Нет, амулет на счастье. Одна из первых бутылок, которые выпустил Хисус де Абаху. Это, который основал Синсон? Их осталось всего сто. И все они у самых богатых людей мира. А откуда Джеки ее достал? Вроде бы купил у какой-то старушки в Мексике. Она ему жаловалась, что Абаха украл у нее рецепт. Аквариум? Остался Тако. А кто такой Тако? Его рыба. Карликовая акула. Совсем кружка. Мне кажется, они стоят как самолет. Не думаю, что он за нее платил. Кожаный ремень? Память об отце. Из детства. Этим ремнем он бил и Джеки, и его мать. В один прекрасный день Джеки избил его самого и сказал, что в следующий раз убьет. Папаша попал в больницу, а потом ушел от них. Только зачем он его хранил? Видимо, как напоминание. КОНЕЦ Да, точно. Самое то для Джеки. Ну вот, для Фрэнда уже что-то есть. Но можешь тут еще походить. Хороший сувенир на память. Прямо воплощение от Джеки. Это подойдет. Вполне. Нам пора идти. Знаешь, Веря, я еще останусь ненадолго. Попрощаюсь с ним тут. Мама Уэллс все равно не хочет меня видеть. Что между вами произошло? Вы поссорились? Да нет. Просто она не считает меня идеальной невесткой. А что ей в тебе не нравится? Меня зовут не Камилла, и я не бывшая девушка Джеки. Мама Уэллс просто обожала Камиллу. Ясно. Ты должна прийти и мести. У тебя есть на это право. Я не хочу мешать маме Уэллс. Я же не семья. Ты была частью его семьи. Наверное, ты права. Спасибо, Ви. Так что? Ну, пойдем? Ты не думала уехать из Найт-Сити? Конечно. Однажды даже попробовала. Серьезно? Как это? Собрала вещи и улетела подальше. В Непал. Думала там и остаться. Ну и где-то через неделю поняла, что не могу жить без орущих соседей и машин за окном. Мои глубокие соболезнования. Он был очень милый мальчик. Так выпей в память о нем, падра. Лучше несколько раз. Так и сделаю. Ви, хорошо, что ты пришла. Мы сейчас начнем. Садись, пожалуйста. Привет, Ви. Привет, Виня. Большое спасибо всем, кто пришел. Я не буду расписывать, каким человеком был мой сын и говорить, как мне его не хватает. Я лучше расскажу вам одну историю. Было ему тогда лет, может, девятнадцать. Джеки был в Валентино, а у них тогда была война с Мальстремом. Мне позвонили из больницы. Сказали, что в него попали три раза. И все рядом с сердцем. Когда я приехала в больницу, он был в сознании. Из него торчало столько трубок, что он выглядел как какой-то осьминог. Он сказал, не волнуйся, мама, пули меня не берут. Со мной никогда ничего не случится. А когда я собралась уходить, он снял с пальца перстень Валентина. Сказал, он ему больше не нужен. Он не боялся. Просто не хотел, чтобы я за него волновалась. Десканси, инпас, мейхо. Когда я еще ходил в боксерский клуб Бесы Найт-Сити, у нас была такая поговорка. Ищи настоящих друзей среди тех, кто может отправить тебя в нокаут. И это правда. Рука у Джеки была тяжелая. Ни от кого я еще так не получал. Я его удар помню до сих пор. Двенадцать раундов, дружище. 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 Это было чуть ли не сто лет назад. В другое время, в другом месте. Джеки спас мне жизнь. А потом еще раз. Через несколько лет. Уже в Найт-Сити. Мне тогда казалось, что я потеряла абсолютно все. Он показал мне путь на свободу. Сама бы я никогда его не нашла. Джеки Уэллс. Он всегда хотел большего. Всегда упорно шел к своей мечте. Если он ставил перед собой цель, то готов был умереть, чтобы ее достигнуть. Однажды он мне сказал, Чика, главное в нашем деле никого не бояться. Ради своих близких он был готов пожертвовать всем. Даже жизни. Но самое главное. Все думали, что Джеки – обаятельный весельчак, который во всем ищет положительные стороны. Не совсем. Джеки Уэллс был чертовски целеустремленным парнем, который никогда не сдавался и погиб за свою мечту. Но он сделал то, что всегда хотел. Шагнул к славе и богатству без страха в лице и в сердце. Он хотел большего, чем ему досталось от жизни. Спи спокойно, друг. Я бы хотела сказать тост. Спасибо тебе за теплые слова, Ви. Я рада, что ты нашла время приехать. Хорошая френда у нас получилась. Пришло так много людей. Даже эта девочка, которая Джеки чем-то нравилась. Ее зовут Мисти. Что? Мисти. Она для него очень много значила. Понимаете меня? Пойдите, пригласите ее на ужин. Это она точно заслужила. Знаешь что? Ты хорошая девушка. Джеки хотел бы, чтобы они были у тебя. Вы уверены? Джеки меня убил бы, если бы я его поцарапала. Ну так ты смотри, не поцарапай. Спасибо вам. Я буду его беречь. Обещаю. Куида Тэви. Куида Тэви. Продолжение следует... Мне будет его не хватать. Уже не хватает. Мне тоже, Чика. Ой, мне тоже. Выпьем за Джеки. Он теперь уже в лучшем мире. За Джеки Уэллса. За гордого сына Хэйвуда. Я пойду, Вик. Ага. Увидимся, Ви. Может, тебе налить? За Джеки-то. Странно тут как-то. Без Джеки. Мне всё время кажется, что вот я повернусь, а он здесь за стойкой сидит. На своём любимом месте. Налей. За Джеки. Аминь, сестра. Я боялась, что Лупа не переживёт это. Она сильная женщина. Да что ж такое? Поминки за поминками. Сначала шеф, теперь Уэллс. Кампо прямо озверел, когда его не пустили на похороны. Пусть скажет спасибо, что на похороны Густава пустили. Да. Но они же с Уэллсом хорошие друзья были. Грустно всё это. Эй, выпьешь с нами стаканчик. А вы хорошо знали Джеки? Мы нет. А наши боссы – да. Они всегда о нём хорошо отзывались. Ваши боссы? Густаво Уорта. Кампо. Густаво Уорта умер? Да завалил его кто-то, блядь. Мы не знаем, кто. Ничего. Скоро узнаем. Короче, херовый месяц для Валентино. Ченька, я с тобой говорю? Ты пришёл попрощаться с одним из своих, падре? Я пришёл попрощаться с хорошим человеком. Как там дела на улицах? Мы все пришли сюда не о делах говорить. Прояви уважение. А сам ты хорошо знал Джеки? Я помню, когда его родила мать, когда ушёл его отец, и когда он привёл в свой дом тебя. Да, Ви. Я знал его очень хорошо. Как ты думаешь, падре, Джеки сейчас смотрит на нас сверху, с небес? Уверен, что он предстал перед Богом. И всё? Не знаю, остался ли Бог доволен этой встречей, а вот Джеки наверняка да. До свидания, падре. Иди с Богом. Ладно, о чём я говорил? А вы хорошо знали Джеки? Мы нет, а наши боссы... Ваши боссы... Густаво... Густаво Орто... Да завалил его кто-то... Ничего. Короче, херовый... Выпью, конечно. Люди спасли на позитивной силе. Выпустите в пасу... Продолжение следует... Продолжение следует... Попробуем в рванях attempt на нашblaympす Bone. Р Di Peace! Продолжение следует... 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 эй макадамс привет старки давно не виделись выглядишь херово да вот потрепала малость придется тебе побыть моим шофером вида кота уже переводит тебе награду спасибо удачи тебе а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...